Не, ну когда-нибудь же я должен был сделать такое начало, так что ничего удивительного. Ну что, хорошо мы с тобой вчера видосики посмотрели, братан. Вы писали по последним видео с пиратскими играми о том то, что... Максим, ты не бросай, а то я тебе приеду и зубы вырву. А у меня зубы как бы уже коренные, поэтому вырывать не особенно хочется, плюс у меня деньги супермного. Поэтому я вставлю сегодня рекламу. Ну ладно, хорошо, я сделаю еще парочку роликов по пиратским играм, но только чтобы вы нормально лайхали. Ну и перед тем, как начать, хочу сделать небольшой анонс, что я собираюсь сделать стрим. Вот в это время, в этот день будет стрим. Перейдите по ссылочке заранее, подпишитесь или просто оставьте где-нибудь себя на вкладочке, дабы, так сказать, не пропустить. Ну и давайте уже начнем. И конечно же предлагаю начать вот с этого засранца, Майнкрафт Покемоны. Но тут надо кое-что подметить. Дело в том, что это первая пиратка, которую я обозреваю не в своих рук, а смотря видео. Это видео записал не я, а такой ютубер как Форкман. Да, он это сделал по моей просьбе, и потом даже скинул мне образ этого диска, дабы я посмотрел и пощупал уже все сам. Но все-таки данную пиратку достал именно он. За что ему, конечно же, огромное спасибо. Ну и давайте взглянем на это чудо. И на самом деле, уже увидев вот эту обложку, в принципе, можно предположить, что внутри знаменитый мод Pixelmon. Только главный вопрос. Сделали все пираты как надо? Или, как обычно, сделали какую-то херотень? Вот тут мы и узнаем. С обратной стороны, все, что касается вселенной покемон, ваши любимые персонажи и карты, все найдется в этой замечательной сборке дополнений и расширения для Майнкрафта. И восклицательных знаков. На самом деле, модов очень много. И некоторые, как по мне, ну например, Тейлз, здесь вообще не нужны. Кстати говоря, диск выглядит так. И предлагаю вставить эту хрень дисковод. Как бы, нет, это Форкман вставляет, типа, дисковод. На самом деле, я просто загружаю с образа. Но все же, поехали. Первое, что надо подметить, к сожалению, несмотря на наличие здесь собственного текстурпака, менюха не стилизована под покемонов. Даже несмотря на то, что такой текстурпак действительно имеется. Что касается самой игры, вот тут начинается самое неприятное. Во-первых, здесь есть единственная карта, которая начинается, естественно, с выбора покемонов, потому что у нас здесь мод Pixelmon, и с менюшки мода Nei. Я не понимаю, почему авторы не могли заранее отрубить этот мод. Ну или просто сделать так, чтобы его не было на экране, через инвентарь, естественно. Ведь из-за него мы, например, не можем выбрать других покемонов. Но это еще полбеды. Сама карта вообще не относится к покемонам. Ну вот даже близко. Это какой-то РПГ. В принципе, что логично, потому что большая часть модов, которые у нас есть, РПГшные. И, пожалуйста, не пишите про то, что покемон тоже РПГ, и я не прав, и вообще идите... Вот, не надо. Вы поняли, про что я. А еще из огромнейшего количества модов у меня Майнкрафт просто лагает. Точнее, он вроде за секунд 5 работает нормально, а потом резко фриз фпс. Для справочки, такое у меня впервые. Так что могу предположить, что это именно из-за модификаций, которые находятся в этой игре. Впрочем, что касается как раз-таки мода Пиксельмод, здесь все функционирует нормально. Есть свои предметы, вы можете вызывать покемона и забирать его, естественно, кидаться им. И сражаться с другими автоматически сгенерированными покемонами по карте. И собирать их. И, между прочим, все русифицировано. И это круто! Только вот, сука, лохает! Но что больше всего меня удивило в этом диске, это то, какие моды находятся рядом с Пиксельмоном. Ну, к примеру, тут есть мод на Крика Скайрима. Ну, вот этот, который в фусрудах. Ладно, у меня не получается нормально, и, возможно, я неправильно вообще выговорил. Ну, давайте лучше покажет вам сама игра. СТУЧА! СТУЧА! Ты вроде хотел погонять в Пиксельмон, а гоняешь в какую-то смесь всех существующих RPG на свете. Только в Майнкрафте. И, знаете, это полное, это полный шедевр, потому что теперь не нужно тратиться на всё, покупаешь один диск и играешь. Спасибо, авторы! Да, чё-то слишком быстро мы закончили, вам не кажется? Ну, тогда можно перейти кое-к чему другому. Например, Майнкрафт, не копай под себя. Это, если чё, мини-игры. И там есть то, что некоторые из вас, точнее, те, кто называются олдами, так сильно любят. А именно, копы и заключённые. Только посмотрите, такая простая коробка, такое простое описание, такие стандартные скриншоты. А внутри таится то, отчего у некоторых из вас буквально через пару мгновений пойдут слёзы. Эх, давайте зайдём в это. Да, мини-игры здесь много, но нам нужно именно вот это. Хопс энд ропс. Ооо, да, это оно! Ребята, просто зацените, это же та самая тюрьма! А вот мы подошли к центральному залу с камерами. Эх, какая ностальгия. Хоть сейчас здесь и пусто, но в моей голове всё равно отдаются голоса из воспоминаний. Ооо, парень-то здоровый, ну-ка, пицуху покажи мне, ментяра-тупорылый из рот. Ну и короче говоря, давайте ко всем картам. Как вы уже заметили, здесь абсолютно все популярные мини-игры. Есть даже Акинатор, который предлагает тебе угадать им оба в Майнкрафте. Есть даже Флэйпи Бёрд, в который, конечно, играть почти что невозможно, но всё равно приятно, что здесь такое имеется. А ещё есть карта Охотники за привидениями. Ребят, мы тоже её снимали, помните, давным-давно. Как же было круто! Эти города, опять эти крики друзей. Да подойди, ты чё, давай, Томас, блин, ты знаешь, как сложно, он сейчас у меня грохнет тоже. Ну заед-то, заед-то же можно! Заед-то можно! Ох, ребята, мне аж в Майнкрафт захотелось опять летсплеи снимать. Ну нахер все эти обзоры. Сейчас соберу друзей и пойдём в бомжа в Майнкрафте. Фуу, не знаю, как вы, ребят, но я вспотел. Поэтому давайте пока что немножко передохнём и передадим слово моему не менее симпатичному коллеге. Здравствуй, дорогой друг, ты узнал меня, это я. Рекламный стинт. Я решил повыпендриваться перед тобой, потому что теперь у меня очень много шейкей. Дело в том, что я играю на CSGO 500. Почему CSGO 500 такой классный? Потому что это сайт по CS. Вот вы сидите, вам не хер делать. Вы заходите туда, вводите вот этот промокодик. И знаете, что происходит? Вы получаете баланс и сможете на халяву поиграть. И может быть даже выбить себе вот такой ножик. Или можно вывести весь баланс не в оружиях, вот таких скинах. А внимание, в биткоинах. В принципе, и сдонатить можно в биткоинах. И просто поиграв на этом сайте, знаете, что вы можете сделать? Вы сможете купить хромакей и оказаться где угодно. О, офигеть. Я сейчас на Кипре. О, охренеть. Я сейчас у твоей мамаши. Охуеть. Ну а теперь я предлагаю зайти на CSGO 500 самим и попытаться пооткрывать. Но для этого нам нужно положить туда денег. Ага. Всё, можно играть. Куда поставить? На чёрное, на красное, на синее, на золотое. Тут нужно быть умным парнем, как естественно я. Потому что я продаю рекламу, а Стит об этом не знает. В общем, мы должны внимательно смотреть вот на эту точку. Тут у нас написано, что было в прошлых ходах. Благодаря этой хрени мы методом математического расчёта, благодаря теории вероятности, можем предугадать следующее колесо фортуны. Смотрите, как это делается. У меня на балансе 250 тысяч. Что в переводе на рубли 250 долларов. И я ставлю, внимание, на красное. И смотрите, как сейчас я выиграю. Просто смотрите. Это легко. Ну а это было почти в точку. Можно попробовать ещё раз. И, короче, попробовав ещё раз, я выбил себе 2 миллиона. Вот так вот. Блядь! Это больше, чем мне реклама стоила. Что за хуйня? Так как я из прошлого больше не может продолжать рекламку, я рекламный синтез будущего скажу то, что ссылка в описании. Всё. Он что, сейчас опять сделал рекламу? Ну так нельзя, ребят. Поэтому давайте лучше ему отомстим. И посмотрим ещё на один последний диск. Майнкрафт. Вампиры против оборотней. Я не знаю, как он от этого отомстится, но я не особенно изобретателен в плане мести. Майнкрафт. Вампиры и волки. Мда. Изображение, конечно, такое себе. Но да ладно. Бывало их уже. Кстати, мы как-то уже смотрели на вампирские моды. Правда, он назывался Дракула, если вы помните. А здесь, я так понимаю, должно быть что-то из поединка между одной нечистью и другой. Данное издание включает в себя полный набор всевозможных примочек и дополнений для вселенной Майнкрафт, посвященных различной нечисти, в частности, вампирам и оборотням. Эти два старинных клана, нелюдей, давно недолюбливают друг друга. Теперь пришло время для них выяснить отношения на квадратных аренах Майнкрафта. Также в издание вошло огромное количество прочего интересного дополнительного контента. Ну окей. Давай взглянем на это. Скриншоты, по крайней мере, радуют. А вот диск вообще даже близко не радует. Господи, давай, запускай. Стоп. Я, по-моему, сегодня это уже видел. Верно, ребята. Данный диск, это тот же самый пиксельмон. Только без пиксельмона. Абсолютно всё, что было в самом начале видео, здесь есть. Мод с хвостом, нечистью, RPG-шными модами и всё то же самое. Есть даже крик из Каарима. Но самое важное, есть ли здесь вампиры. Или оборотни хотя бы. Кстати, оборотни есть, слава богу, спасибо им за это. Но вампиров нет. Зато есть огромное количество другой нечисти. И в теории, как бы, да, этот мод посвящен этому. Нам написали, что здесь нечисти много. Но где вампиры? Когда же пираты уже поймут? Зачем писать на коробках одно, а в игру засовывать абсолютно другое? Или вообще просто не засовывать? Кстати, скорее всего, от этого производителя абсолютно все пиратки именно такие. То есть с этой картой, с этими модами, например, накидывается что-то такое особенное. То есть, например, если найдёте где-нибудь Minecraft Call of Duty, возможно, будет то же самое RPG, но плюс мод на оружие. Уверен на 100%. Ну, вот мы сегодня и закончили с пиратскими играми. Надеюсь, вам было интересно. Вы, так сказать, получили удовольствие, либо просто поражались того, как пираты продолжают клепать вот такие странные вещички. В принципе, в этом смысл проекта. Ну, в общем, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать подобные видеоролики и многие другие. Много чего на канале есть. Ставьте ваши лайки. И, конечно же, пишите комментарии по поводу того, что вы думаете о бомже в Майнкрафте. Правда, вот это важно. Это важнее, чем сам ролик. Ну, и, конечно же, играйте в хорошие игры. А я поиграю в плохие. Удачи! Пока! Выключите свет, пожалуйста. Можно свет выключить? Спасибо, здрасте. Всё, давайте. Покойной ночи.